здарова братишки сегодня бы короче полюбуемся так сказать графончиком передовым графончиком в игре project cars я уже делал смотр естественно естественно это помню маза пока но я сказал что игра зашибись и так как она ща является по бои по моему короче мнению супер экспертом буса самым крутым графоном то я считаю что до достойно еще многих роликов на тот же кризис я делал на самом деле не один ролик постепенно правда но в общем там несколько было и это при том что кризис как бы когда я начал уже делать всякие обзоры и так далее он уже как бы был стареньким да то есть я веру 2010 начал я в августе первый первое видео про кризис сделай а он вышел в 2007 году то есть три года можешь сказать уже было вот тут же игра да еще даже не вышла передовейшие графику они уже собрали они собирают деньги как вы знаете 2 ляма 700 тысяч баксов неплохо это те деньги которые не жалко так сказать что они собрали это вам немногие игры когда там большие бюджеты и при этом в итоге хуйня получается даже тот же же то когда у него очень большой бюджет уже то и в принципе конечно игра неплохая но по многим параметрам все-таки это аркадка и так далее о но там ладно еще житает нормально есть другие всякие call of duty я не знаю как сколько они тратят на разработку то что нихуя ничего нового не делать ну в общем кал да то есть там деньги идут как бы кал но подросткам им похуй все говорят там похуй на графику они хавают это дерьмо и получается что развивается как бы говно а тут же вот как бы люди вообще дохуй делают передовую графику и на это идут деньги вот на это не жалко мне я естественно прочитал практически все комментарии которые вы написали мне к прошлому виде видео по этой игре там были разные кто-то говорил что ты чё ты вов переиграл короче на самом деле здесь графика примерно такая же как shift 2 или такая уже есть короче в играх да то есть ты протри не знаю там очки протри монитор ёпта поставь максим максималки там на shift 2 или чё одно сказали к примеру что shift 2 тачки такие жили практически такие же я специально сука посмотрел у меня оказался на установленный просто я устанавливал еще на старую культ ось древнюю я не думал что она может под семеркой пойдет не пойдет она пошла я целый час сидел и смотрел на модельки я посмотрел поездил короче чтобы точно сдать до чтобы не говорить что здесь лучше еще раз помнить потому что я смотрел shift 2 только тогда когда вышло год назад больше уже это сделал пару обзоров смотров да как бы вот и меня мнение такое сложилось но все-таки год назад может плюс у меня тогда еще видюха была старый как бы тут же я запустил все на максимум full hd все ништяк и очень все равно могу сказать четко точно увидел что project cars конечно графон лучше вот я попытаюсь сказать в чем он лучше потом может быть я сделаю со скриншотами не знаю время будет дело в том что видео нет особого смысла сравнивать мне несложно сейчас записать и на shift но там будет на видео очень это плохо видно в том-то и фишка что тут и так издалека плюс видео будет худшего качества то что его нельзя супер качестве она жмется по любасу и она короче ну плохо будет видно для этого чтобы точно было видно это скриншот лучше сделать то есть мне будет не в ламы я короче сделал я посмотрел и в общем чего я могу точно сказать там гораздо меньше полигонов на машине от пяти до десяти раз я так навскидку могу сказать это особо хорошо видно на дугах дугах колес по моему виден этот указатель на на видео вот это дуга колеса там особо хорошо видно особенно на некоторых тачках на некоторых чуть лучше она некоторых хуже при том что здесь гораздо ближе подъезжает камера очень близко она подъехала я здесь тоже от 1 2 по моему блин у себя это выглядит гораздо круче и гораздо больше все равно полигонов епта я специально посмотрел особенно там я обратил внимание for focus st у него еще там невооруженным взглядом с большего расстояния видно что там хреновато плюс фары если где-то круглые до фары там тоже плоховато видно вот и в общем там однозначно полигонов меньше вот но потом я такой еще смотрел думаю до полигона полигона их мало где видно их видно на этих окружностях еще где-то но в целом как бы тачка все равно довольно таки очень неплохая там тоже да как бы двери тоже прорисована щели между дверью корпусом важный такой элемент чтобы она была тоже сделана не текстурой как раньше делали полигончиком то есть дверь должна быть отдельной и отдельной моделькой да как бы отдельной до моделью что можно дверь просто как текстуру это раньше так делали вот если нет фаспит 5 вы короче запустите вы увидите что сам дверь если при когда приближается что там дверь это просто черная ну блять как краской нарисована текстура короче те же ручки ручки они тоже короче а то дверные ручки они короче тип просто тип просто картинка причем стремная малого разрешения так далее здесь сейчас идет полигонами так далее вот там тоже сделан полигонами на своих меньше и вот я продолжаю мысль моя сука мысль длинная блять умная вообще пиздец я остался и такой смотрю она отвращается тоже в гараже где я такой думаю блин вот вроде ну ладно хрен плевать что-то еще вот не то вот смотрю что-то вот не то еще не могу понять солица и понял короче долго смотрел отражение сука отражение хуже правильно они там тоже реалистичные я это проверил проверил на трассах давно мне там написали в коментах я открою что здесь может реалистичный нет там эгоистичный но их качество гораздо хуже и по многим причинам и самое главное который в гараже я видел там во первых гараж более простой там ладно я сделаю в конце видео про shift 2 так быть там более простой здесь больше объектов вот ну тоже немного но все-таки больше и а там просто отверстие вверху окно и все но это вполне достаточно что же видно там там видно что линии прямые от решетка на окне когда они идут на отражаются на стекле они вот я сша два чё такое и увидел слегка надо было посмотреть они кривые сука прикиньте в реале они прямые крест на крест до но когда отражаются в окне а не кривые кривые не смысле он они не на реальном стекле если оно изогнуты они будут конечно они будут вот как вот здесь вот вы видите приближается сука смотреть они но они дугами здесь видите это правильно потому что стекло оно немножко изогнутая ноту году идет там же оно идет не дугой она идет таким полигонами блять тремя линиями кривыми и реально видно что криво нахуй реально криво почему ну я так как технически подкованный чел я сразу понял почему на что полигонов меньше а эти это все компьютерное все автоматически делается да если полигонов меньше два полигона и искаженные то когда линия будет отражаться на этом стекле то эти два полигона и будут кривыми и там это как раз видно охуенно и я вот и к этому стал приглядываться и увидел что сука там реально отражение гораздо хуже и это дает просто офигенный эффект эффект ухудшаемости ухудшаемости картинки плюс здесь вот опять же сказал больше всяких он там перилы какие-то да там плюс отражение какие-то вот эти тоже придает очень много от видите здесь как бы стекло и солнечные лучи от тень и при этом и тут вот тень вот этот тень идет и этот все эти объекты они дают как бы очень-очень-очень насыщенную картинку вот и а там просто как бы темно и все и гораздо хуже вот самое главное очень самый даже на самом важно это вот именно кривые отражения и потом я еще поездил короче в игре посмотрел и увидел что в игре тоже самое там отражение очень размытый как ты когда едешь что в лобовом стекле там деревья они не четкие они гораздо более размытый чем тут здесь они тоже не супер четкие но гораздо лучше с этим обстоит обстоят дела там же короче очень найти мыльное кинцо очень сильно размыто это на самом деле это вот и когда она смотришь хочешь фотореалистичность да ну как бы такие спицы как я понятно школьники нихуя не видят я уже я понял уже миллионы комментов мне написали что графика не главное даже не графика не главное пишут здесь заебись графика да они просто не понимают люди просто не понимают вот но когда вот я смотрю и пытаюсь понять почему же она не выглядит реалистично я увидел что хуёвые отражения это очень важно а если их нет отражений то то же самое хуйня потому что когда если вы поиграть в конец карбон или чё старую где там отражений практически нет или они фейковые то это тоже очень убого и очень херово выглядит очень стрёмно я ща даже вспоминаю как в этих старых нет фаспидах вот карбон был или как первая была которая бен прикиньте уже забыл про стрит рейсинг не карбона к этом самое первое было там тоже отражение вроде были not вот эти вот и они тормознутые помните есть такой параметр часто в настройках графики скорость отражений скорость рефлекшенов они могут пример медленнее там 10 fps это все стрёмно это именно когда глаз смотрит он видит это и вот из-за этого не складывается картинки реальные ну и плюс там гамма тоже какая-то немножко все-таки есть в нет фаспид шифте 2 нереальная которая чуть-чуть мультяшности придает здесь гамма очень к это реалистично здесь нет мультяшности здесь крутые серые такие тона и нет никаких то в это примеси блин желтого или каран же или конь фиолетово чистые такие белый свет там белый да там счетчет вот и вот я вот это проанализировал на самом деле я вообще что меня еще побудило это ролик делать это не просто так я и хотел делать да как я сказал но тут был момент что ввели просто тачку погани хуяра погани хуяра мы еще найдем вот я чист просто ради нее позырить оказался к сожалению облом этот junior версия и в ней пока что она недоступна чтобы поездить а может и в более высоких я вот там форум английский я что-то пытался читать увидел что многие так написали что недоступно ездить дано в гараже есть вот а едет нельзя но там вроде написали что может в других доступно но это неважно очень что на ней есть нельзя но она как бы есть вот его тут можно просто ей полюбоваться и просто охуеть конечно с этого графона кстати в шифт 2 тоже она есть погани хуяра вот и там она естественно хуже выглядит и из всего что я перечислил это и отражение блять и все тут блять смотрите даже в дисках окна отражается смотрите диск блять и в нем отражается мог наверху вот этот хуйнюшка и здесь тоже окна вверху который вверху окно короче просто охуенно просто охуенно сделали и именно вот эта детализация отражений в фарах вот когда сзади будет а лучше чтобы были фары побольше там у меня была другая тачка потом может я выберу там тоже фары блять мелкой в ней все детализировано видно кстати в этих тоже фарах лучше отражение почему-то детальность выше чем на лобовом стекле я там вот ездил и видел что фарах как получше выглядит по чуть чем в лобовом стекле ну может из-за того что они хотят может больше жрет да хуй знает мне похер короче из-за чего но там такая фишка есть то есть смотрите они во первых сделали в этом это новый билд они сделали помните я говорил что жаль что нельзя когда-то выбираешь тачку и и не видно какой ты выбираешь что они сделали что видно на правду это окно закрывает его к сожалению и эффект практически полностью съедно не полностью съедается на что тот чат выбрал до тачку ты лишь только заднее колесо но это она маленькая просто если ты побольше выберешь тачку то она будет видно побольше ну и плюс другого ракурса ту же но все равно это лучше чем совсем ничего когда ты не знал что за тачка так все-таки ты их уже узнаешь хоть ты не видишь ну ладно это все пока что альфа так сказать вот они ввели погани хуяра это была новость новость короче на сайте я прочитал сразу решил скачать новый билд но к сожалению junior билд он доступен для скачки только раз в месяц а там есть еще другие билда не раз в неделю может быть даже раз в день не помню о ну раз день это нет смысла раз недели иногда бывает смысл короче я когда новость узнал это была недель назад и не смог сразу скачать то что был доступен только старый билд щад новый появился но здесь нельзя покататься но принципе кататься я тут сказал это не главное для меня главное тут для меня графон любоваться блять просто охуенно сделали вот просто супер на супер детализацией это блять охуенно суп вот реально это реально рендеринг это ничего не не ролик ничего короче у я короче решил позырить вот можешь сказать этот ролик название такое же будет посвящено этой тачке у супер графон не здесь есть чему придраться тоже в меру лесенка вот видите тени лесенка это но это какой-то такой конкретно железный бак который хер знает с какого года тянется во всех этих играх очень часто не работают что-то там какие-то эффекты не работают сглаживание для теней до сглаживание для теней помню работали работает только для какого-то одного там типа блять сглаживание там разные есть типа я два попробовал тут есть fsx какой-то я их бы попробовал короче ну по моему при обоих не идеально это короче вот тут есть от с мы а есть fx а вот у меня на х это максимум но я и другой тоже пробовал то есть просто блять охуенный картинку вот я бы еще чем пожаловал сделать чтобы во-первых можно было самому крутить потому что долго ждать если ты хочешь на другую сторону переехать чтобы можно было дверьки открывать красивым звуком помните как он с 5 там жмешь такой звук такой бэм классный открывание дверцы залазить внутрь потому что здесь салоны тоже охуенно сделаны также в шип 2 я заметил что там руль короче вид из салона это классно что есть но руль там конечно полигончиков тоже пожалели здесь больше гораздо то есть смотрите блять охуенно здесь плюс разные расцветки есть классные не просто разных цветов ну где-то это цвета конечно но где-то это именно раз раскраски какие-то сейчас мазафака просто охуенским так вот white к примеру а мы делаем light grey и становится другого цвета то есть просто блять не знаю каждый каждый день по полчаса можно просто наслаждаться если хотите получить заряд заряд энергии то вот так вот запускаете любуйтесь нахуй даже ездить не надо ничего не надо чисто любуетесь чисто охуеваете мне пару слоупоков написали где ты взял откуда скачал и ёбаный пиздец я вам да по моему даже в ролике говорил откуда я взял и как это чё они сука даже ролик не посмотрели еще думают я им буду отвечать откуда я чё скачал или чё это она не недоступна для бесплатного скачивания можно только получить игру заплатив 10 евро и это причем ты не игру получишь а просто доступ к бетам к альфам которые выкладываются каждый месяц вот и сама игра выйдет где-то весной 2013 пока что ренту она выйдет куда наденется жесток все сделано дохуя просто но еще и нужно кое-что доделывать вот но игра просто реально пиздец могли бы мы раньше представить что будут делать игру которая будут скидываться деньги на ее большой достаточно приличные деньги 2 миллиона 700 баксов это сами понимаете не у каждого в кармане валяется чтобы не в саму игру даже поиграть а только в нее вкладывать я не знаю если бы это была конь тигра с более страшной графикой но может быть нашлись бы людям майнкрафт как-то покупает хотя майнкрафтом покупает не доступ к альфе а доступ как бы как бы саму игру да здесь есть какие-то другие версии но они более дорогие когда ты и в итоге игру получишь но они более дорогие я не помню какие то есть тот 10 евро заплатил когда игра выйдет от вообще них у я тебе придется покупать все равно вот но тут правда как инвестиции это идет то есть вот и потом сможешь с этих 9 10 евро дашки дивиденды поиметь но это понятно что маленькие не какие-то но как бы вот так вот сделано вот и чисто я вот чем не нравится это короче супер дупер конечно охуенный графон просто супер графон просто охуеть единственное что не хватает для полной счастья это просто города понимаете города не хватает плюс я вот еще спа про физику скажу если склады играть что конечно практически нереально я учащих 2 поиграл вспомнил там конечно там нормально можно играть склады реально и я даже играл с рулем с рулем там как раз тяжело играть от склады нормально играть вот поэтому там ништяк здесь же так вот сделано что с рулем это для удовольствия это на самом деле не всегда классно потому что рулем занимает место вон там доставать зачастую и приятнее иногда просто сесть и склады поедет но для этого нужна специальная физика когда под клаву заточной да это не обязательно значит плохая физика можно сделать несколько вариантов короче примеру аркад да когда ты на клаве ездишь и все ништяк а потом раз с рулем про к примеру и ты уже с рулем нормальная физика такой вариант и вот это вот сделали бы нормальную такую аркадную физику ну аркадную смысле чтобы попроще было поворачивать они в смысле того что там 500 в час летать вот ну фактически как shift 2 нормально такая практически пойдет нормальные повреждения крутые вот и город самый главный тоже к сожалению трассы это блин это не то все таки да это можно погонять но это больше все таки не всем нравится постоянно по ним и тем же трассам я одно время ездил я говорил в этот как его жить и ездил с рулем била рекорды но как бы особо долго все равно не поездишь поэтому сделать бы такие короче так такой графон и нормальный город с таким же супер графоном и это был бы ебаный урод я бы за такую игру не знаю тысячи три бы даже отвалил ну 5000 бы уже не отвалил что-то 5000 это совсем много но тысяч три можно было бы отвалить чисто на красоту как бы любоваться но пока что не делают делать всякую хуйню но это я про другие игры не про эту ну здесь вот трассу не не знаю они вряд ли когда вот если до них не довести эту мысль что сделайте города мы могли бы сейчас все зарегаться на форуме сказать блять сделайте город охуенный они такие о заебись делай ну там как обычно они скажут это будет не рентабельно и так далее хотя вот опять же повторюсь люди говорили только на консолях пока не придут консоль нового поколения будет графон говно вот вам бля охуенный графон с консолями вообще ничего общего не имеющий в принципе на голову выше всего остального и ничего блять и делают и люди скидываются на это бабло реальное платят короче вот молодцы чуваки сделали просто погани хуяра она конечно сука тащит и они же будут все тачки крутые другие делать там кёнигсек феррари надеюсь будут делать прикиньте сколько в мире тачек крутых и они все будут супер график и блять это супер контента что shift какой-нибудь да если там графон похуже ты захочет эти тачки у него и мотаешь ну блять ford focus но у ferrari когда там графон не супер ты их просто так знаете как хаваешь на как гамбургеры просто берешь хаваешь хуйня хуйня вот я это не хочу от блять и от всех нос воротишь блять а тут когда супер графон для тебя каждая тачка каждая да она крутая не ford focus а вот так как пример она как бы имеет какой-то то есть вот выпустили тачку да и я не поленился сука скачать 3 гига установить но она правда быстро устанавливаться но все равно запустите посмотреть почему потому что супер графон прикиньте а вот shift вышел да и там сразу 50 . мне похуй и там bentley есть принципе неплохая но мне бы похуй я не стал даже играть тогда как бы хоть потому что все-таки не дотягивает графон и поэтому похер а тут чисто из одной тачки кстати посмотрел что в 2 оказывается текстурка асфальта охуенный на самом деле очень как здесь практически вот так вот просто единственный косяк там что-то она замыливается очень резко ее видно только у самого основания монитор то есть самого ближнего асфальта видно что она очень четко но она очень быстро замыливается здесь не помню как он там замыливается но на здесь более круто выглядит сверху ведь сверху более за этого еще кажется что это сделали такой щебень что ли что он выглядит получше о хотя там тоже на самом деле текстурка казалось ничего но на машины гораздо хуже и плюс все-таки эти дымки там какие-то все-таки блин не очень все таки получается собака здесь равно неплохая король shift 2 так в принципе блевать не тянет уча посмотрел вот короче пока нихуяра вот просто супер 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 выглядит просто блять охуенно так вот тут мы можем смотреть shift 2 вот первая же аккура загружается и мы видим просто отражение то есть мы этим да темная комната круглая и верху ну или не круглая и верху как бы круглый такое окно крест-накрест там эти блять как рельсы 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 шпала шпала вот когда открутится это моделька которая не такой такой крутой ну нихуя не выглядел я хуй знает почему вот я сказал сарить вот на изражение блять это реально убого выглядит и пока ты не присматриваешься ты такой он вроде отражение да какие-то но как только ты начинаешь присматриваться ты видишь что отражение блять вот прямые линии тут они кривейшие они не то чтобы как-то изогнуты чу они это полный пипец смотрите наверху ну ровно крест-накрест прямые линии все . здесь идет вот вот здесь посмотреть вот эту она нихуя не прямая на там полигонами отхуярена вообще криво и тут лучше вот именно смотреть вживую на ролике не так будет выглядеть вот вот эти вот линии смотрите блять ну тут ну вообще угол вот 120 градусов на хотя должен быть 180 он 100 у вас хуярена стоит но в наш полигонов мало на самом деле вот на этих стеклах и поэтому такие кривейшие отражения это очень сильно портит вид ну и плюс нет нормальных источников света то есть тут тоже это свое так сказать дает свой эффект вот еще р-8 одна из неплохих тут тачек которые именно выглядят неплохо аж некоторые все так похуже выглядят хер узнает такое ощущение что некоторые тачки все-таки получше побольше полигонов может нет но отразить отражение все на те же самые стрёмные вот при этом я сейчас было сглаживание включено но что-то оно не очень хорошо работает ну и в карсах тоже примерно так же идеально от bentley да казалось бы крутая вещь супер но из-за отражений блин так убого выглядят и более того отражение не только тут плохо еще вот на боковых поверхностях тоже когда вот начинает что-то отражаться тут тоже это видно как-то разъезжается не так криво вот даже есть bugatti вайрон который сам посекаешь красив но отражение все портит сука тоже нельзя крутить вот это тоже идут тоже хреново ёпта вот тут вот идут как-то это все блять так еще здесь чё крутого есть что-то крутого а вова тач который в карса есть про нее говорил вот она такая же там есть там в каждой фарине ёпта супер отражение когда ты именно можешь на трассе я усарить какое божеское отражение в лобовом ну полный пипец до 2005 год где-то примерно и вот эти отражения они портят всю картину ну и плюс полигонов поменьше на самом деле тут поменьше фары тут когда поближе тоже видно если фары такие с круглями какими-то видно что бедные бедные полигончиками так сказать разработчики данной игры вот этот когда ведут в пк рс тоже классно будет теник сек или как так называется ccx то ёбаные ламборгини и можно посмотреть погани хуяру она тоже есть вот она тоже погани хуяра опять же fp cars там поближе камера подъезжает чуть-чуть но поближе да и даже не очень чуть-чуть на метр и примерно и там конечно лучше видно превосходство скажем так здесь так близко не приезжает и видно что блять но залить вот эта картинка на не вот она вот реально она не производит такого супер впечатления которое производит так картинка это точно ваще просто точно тоже красиво в общем-то да я не говорю что это говно как бы тоже красиво поэтому чё я хотел доказать так сказать особо упорным товарищем что пк рс конечно на голову выше всего что сейчас есть вот это однозначно конечно не идеально города не хватает но очень правильные шаги в правильном направлении пока